О 10-летнем юбилее петербургского завода Hyundai Motor Manufacturing Cruise мы уже рассказывали, ведь круглая дата почти совпала с запуском обновленного Solaris. Но кроме обычных седанов, выпущены и юбилейные, под названием «10 лет». Solaris из лимитированной серии отмечены характерными шильдиками снаружи. Внутри, помимо надписей «10 лет», присутствует центральный подлокотник с боксом и регулировкой, USB-разъем для задних пассажиров и коврики на полу. К слову, спецверсий получилось сразу две. Первая создана на базе комплектации Active Plus. Она имеет дисковые тормоза сзади, полноразмерное запасное колесо, хромированную решетку радиатора и 15-дюймовые колеса. У руля есть регулировки по углу и вылету. Что касается версии, построенной из исполнения Comfort, то такой Solaris, помимо прочего, может похвастать парктрониками спереди и сзади, а также датчиком света и климат-контролем. Вся оптика, включая противотуманные фары, переведена на светодиоды. В юбилейную серию войдут всего 4,5 тысячи машин. Клиентам предложат моторы на 100 и 123 силы, а также механическую и автоматическую коробки передач. Следующая новость от родственной марки Kia. Телеканал Автоплюс уже рассказывал, что дилеры марки остановили продажу и выдачу покупателям дизельных соренто нового поколения. При этом бензиновых версий ограничения не касаются. По информации покупателей, которые заказали машины, проблемы в программе управления роботизированной коробкой передач. Поэтому всем выпущенным машинам нужна срочная перезаливка софта. Московский офис корейского бренда до этого уверял, что отсутствие дизелей вызвано острым ажиотажем. Однако теперь позиция изменилась. Пресс-служба Kia заявила, что старт продаж кроссоверов отложен на неопределенный срок после дополнительной инспекции первой партии автомобилей. По ее результатам решено изучать ситуацию дальше. О возобновлении продаж Kia сообщит отдельно. Как известно, к марке Lada снова вернулись права на бренд Niva, которые до этого принадлежали концерну General Motors. Между тем, как выяснил телеканал Автоплюс, на конвейере внедорожники Lada 4х4 стали оснащать шильдиками Niva Legend, то бишь Niva Легенда. Сам Автоваз категорически отрицает предположение, что внедорожник скоро сменит название. Возможно, что новые шильдики полагаются лишь новой некой спецверсии модели. Но, может быть и правда, машина готовится вернуть себе историческое имя.